Около 600 миллионов тенгена развития сельхозкооперативов. С начала года государственными субсидиями воспользовались 205 североказахстанцев. Через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства они получили кредиты для реализации 26 проектов. Какие преимущества открываются перед сельчанами благодаря льготному государственному кредитованию в репортаже Алины Быржановой. Так начинается каждое утро в сельхозкооперативе «Жанат и Лек». Молоко, собранное у жителей сел Пеньково и Новодникольского-2, доставляют сюда на специальной машине. Затем его помещают в этот танкер. Он вмещает до двух тонн молока и охлаждает его до 5-6 градусов. В день удается собрать около тонны продукции. Юлдашевы начали заниматься животноводством в прошлом году. На собственные средства, это около 18 миллионов тенге, построили, стоило купили 70 голов молодых коров для откормки. Три месяца назад решили заняться сбором молока. Для этого воспользовались государственной поддержкой. По программе «Интемак» взяли в кредит 3 миллиона тенге на расширение производства и закуп оборудования. Взяли кредит под 6% годовых на 7 лет. Субсидии от государства 50%. В мае взяли кредит 9 миллионов уже по программе «Ирыс». Купили 40 голов дойных и беспородных коров. За это время реализовали больше 70 тонн молока. Закупают его по 78 тенге за литр. Затем сдают по 95 на завод «Маслодел». Всего в составе СПК женаты лег 20 человек. В основном это владельцы личных подсобных хозяйств Казалжарского района. В планах у председателя сельхозкооператива расширить производство и модернизировать процесс сбора молока. «Хотим еще докупить коров, увеличить объемы производства, чтобы у нас было 200-500 голов. Сейчас специально строим новую базу на 60 коров. В старой около 100 вмещаются». Члены сельскохозяйственных производственных кооперативов могут взять льготные займы по трем программам – «Ирыс», «Интымак» и «Береке». Воспользоваться господдержкой могут как председатели СПК, так и его члены при условии наличия регистрации ИП. Кредиты от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства выдаются под 6% годовых с гибким льготным периодом и субсидиями. «Программа «Интымак», которая осуществляет кредитование самих сельхозкооперативов, то есть данная программа существует для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств. Программа кредитования «Ирыс», создания и расширения семейно-молочных товарных ферм. Также программа «Береке» – это откорм КРС с целью получения сельскохозяйственной продукции. Всего с начала года программами господдержки воспользовались 205 североказахстанцев. Самыми активными заемщиками стали таиншинцы и жители района Макжана-Жумабаева. Там профинансировали около 100 проектов на общую сумму больше 280 миллионов тенге. Алина Боржанова, Владимир Боровков. Новости МТРК.